Крестовоздвиженский монастырь в посёлке Кылтовой республики Коми этим летом пострадал от пожара. Молния ударила в купол старинного собора. Сейчас обитель восстанавливается. О ходе работ в следующем сюжете. Монастырь появился здесь в конце XIX века. До революции в обители было много подвижниц, но их ждала непростая судьба. Монастырь превратили в сельхоз общину, а затем насельницы вовсе репрессировали. В монастырском комплексе устроили колонию. Когда храмы стало возможно вновь открывать, началось и возрождение крестовоздвиженской обители. Здесь немноголюдно, но именно этим отсутствием суеты и привлекает Кылтова. Я здесь крестился когда-то давно. С тех пор постоянно сюда ездим. Как-то вот сюда тянет, потому что этот монастырь очень старый, он настоящий. Это не то, что сейчас построены заново монастыри, а это как он и должен быть. И здесь как бы хорошо, тихо, спокойно. Единственное, людей сюда мало ходят, чтобы помогали этому монастырю. Потому что вроде всего 14 километров от Серегова, но сюда редко кто заезжает. А так я бы всем советовал сюда заезжать. Много трудов уже положено на возрождение монастыря, но недавно работы только добавилось. Пожар уничтожил крышу храма святых Зосимы и Савватия. 1 августа в полночь наш красавец собор, преподобный Зосимы и Савватия, памятник архитектуры республики, постигла стихийное бедствие. В грозу загорелся купол и крыша. Очень быстро среагировали пожарные команды города Ембы и Усьвыми. В течение 40 минут три команды приехали, и в течение 8 часов они тушили пожар. И настолько они это красиво сделали, аккуратно, прям ювелирно, я бы сказала. Потому что даже на стены собора не протекла вода. Восстановление крыши уже идет. Работа непростая и дорогостоящая. Сейчас здесь делаем крышу. Приезжали до этого на недельку, сделали стропильную систему. Потом пока пилили остальной материал, чтобы сделать, как бы закруглить крышу, сделать радиусной, как раньше было до пожара. Вот сейчас занимаемся этим, крутим обрешетку. Все, вчера вечером привезли ОСП, материал, будем уже крыть, два слоя. Вот эта вот крыша, у нее вот такая вот купольная форма. Из-за этого она, конечно, очень сложная. И многие специалисты в Цыгтовкаре прям не взялись за такую работу. Но есть у нас специалисты, которые взялись, они прям очень опытные. Финансирование очень важно сейчас для нас, потому что это мы еще вот сделали, как бы, можно сказать, своими силами. Но на остальное у нас, конечно, очень не хватит. И еще же нужно изготавливать купол, а купол очень недешевое изделие. Сейчас мы вот собираем средства через сайт, и очень много поступает пожертвований через группу ВКонтакте. И вот на это и строимся. Хотя восстановление продвигается не так быстро, как могло бы при наличии средств, монахини не унывают. Жизнь у нас продолжается. Мы молимся суточный круг у нас, читаем, продолжаем молиться, как обычно. Псалтирь читаем. Когда священник приезжает, у нас божественная литургия проходит служение. Также трудимся, наше послушание общее. Там, ну, огород сейчас заканчиваем. Вот, что там у нас. Ну, все по хозяйству, в основном, да, принимаем паломников. Единственное, о чем сокрушается настоятельница, что нет пока отклика от властей. Ведь реставрировать старинное здание – большое дело, которое требует заботы людей всех уровней. Это же памятник архитектуры. А никто даже, даже вообще ничем не помогли. Ни финансами, ни материалом, ни рабочей силой. Ни с чем не помогли, как будто это вообще что-то чужое, что-то… А ведь, если делегации приезжают, единственное место, куда привозят, показывают наш собор. Он же гордость республики. Узнать подробнее о монастыре и о том, как ему помочь, можно на сайте kyltova.ru. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!